друзья всем привет я рад вас видеть на моем канале канал про охоту рыбалку и многое другое а вы смотрите этот ролик друзья добрый день мы на выставке охоты рыбалка на руси на старт компании манков у них новинка есть для хищника как это и что звучит так это у нас это был большой хищник а это маленький который не вырос а косуля косулька она собственно пикет понятно она вас смотрю расцветка такая красивая интересная то что мы немножко решили разнообразить уже знакомого всем линейку монток и добавили в нее к нам даже камуфлированную линеечку то есть у нас и утка получила свой камуфляж и гусь получил свой камуфляж так немножко оживить интерес понятно мне больше нравится наш новый монок нарябчика он двойной да да он двойной и он позволяет менять регулировку настройки то есть здесь подвижные прошеньки ну и собственно они позволяют менять тональность вот нам не сейчас слышно как меняется когда я перемещаю то есть каждый может выбрать то что ему нравится ладно друзья мы двигаемся дальше заходите это наш знаменитый гусь выходной сегодня хотел устроить чего приперся на выставку ребят я приперся на выставку чтобы пообщаться с гриша ты так придя тут хотим давай один из новинок какой нет забабахай утиный гусиный но утиный вот это у нас делают кто делает стихан стихан поликарбонат 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 разная вставка разные варианты могут быть одноязычковые двух язычковые вот двух язычковые на твой взгляд с каким лучше работать ну есть же у нас начинающий который приходит дайте мне который работает и вот смотри вот некоторые приходят за двух язычковых другие говорят не дай мне вот одно язычковый и все и достанешь а по гусям по гусям марки игоря бабаева натуральное дерево берлиновый тонный узел есть еще смотри есть переклейка то есть это наборный блок коричневый это орех красный это спаду вот здесь мекарта кружок очумелые ручки ну да то есть разный материал на самом деле вот в штатах смекарты очень популярные манки делают причем делают все именитые производители ну и акрил это не американский это итальянский красивый 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 как будто из янтаря сделан да ну сам дай сейчас продается материал и можно самому лить получается довольно таки интересная вещь ну а звук Гриша даже на любом банке может изобразить морозы не на любом не надо грязи красавчик так друзья не забываем про розыгрыш квадроцикла и 50 призов так друзья по леснику всем уже известны нашумевшие в интернете национальной лиге охоты многие на рассмотрели так расскажи нам что ты сделал сделана новая выпущена линейка то есть совершенно эта модель один к одному в данный момент как бы она состоит из шести моделей одна модель еще в работе седьмая она появится буквально ну вот вот на дня а это комплекту будет уже из семи штук состоять или нет нет комплекты в любом случае разбиты для разных условий то есть для кормовых полей допустим на отдыхе гусей то есть возле лужа где-то людей будет возможность собрать эти комплекты они разбиты так с точки зрения именно охотников с кем мы консультировались чтобы каждый мог найти для себя ту золотую середину что соответственно по рельефности естественно мы как бы уделили максимум но это не сам делили это сами модели то есть форма они реалистичны один в один получается они помимо того что один в один эти как бы модели взяты вы просто взяли и облили гуся пластиком условно говорить так как вы его потом оттуда доставали вы запекли ценовая позиция ценовая позиция то есть в рамках выставки так как это новый продукт мы сделали такой бонус и людям предлагали по 16 рублей после выставки сейчас естественно как бы подражание могут они в районе 18 понятно так что вот ребят можете заказать на сайте у ребят все всегда я думаю будет наличие да да информацию всю по комплектам по всему мы вывесим сейчас сразу после выставки соответственно их отфотографируем то чтобы людям было понятно в каком комплекте что находится то есть максимум информации мы дадим если какие то вопросы есть пишите ответим на всех наших ресурсов а мы погнали дальше так друзья это производители боксов под патроны под рации сейчас нам расскажут и поздравят всех мужиков всех 21 февраля значит мы производим кейсы под патроны под разные калибры есть и под гладкие под разные нарезные под пистолеты делаем вот такого плана вырезные кейсы под ваши гранд пауэры, ПМки и так далее комплекты с рациями есть и кейсы под рации вообще под заказ сделаем вложименты под ваше оружие под пистолеты в том числе такие удобные они сюда сколько входит? 12 калибр 60 патронов входит ну две с лишним пачки две пачки по 25 и десяток пулевые или светошумовые по высоте входит 70-76 гильза сам кейс 400 грамм весит достаточно компактный да легенький как бы ну с патронами он будет потяжелее а так он вот с патронами будет потяжелее есть ушки чтобы можно было замочек повесить например под нарезные замочек повесили и сдали в багаж самолет тогда берут есть другие кейсы другие виды кейсов под мелкашку под девятки они выглядят вот таким вот образом маленькие кейсы вот такие ну вот под всякий мелочок ясно а где можно заказать купить заказать можно в интернет магазине в инстаграме bullet box bullet box понятно всем с праздник всех с праздником так что ребят заказывайте у меня такая есть на охоте на весеннем мы проверим в деле ребят сегодня 23 февраля по традиции по традиции зашли кирилл 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 и кирилл как ты думаешь с такой погодой с такой оттителем были слухи народ уже видел гусс уже на подъезде да 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 это я в голландию звонил заказал Идет шелон, будет первого апреля шелон. Кумиши, кумиши вы у нас открыли. Вот как раз, первого апреля 10-го Белолодя. Все будут наши. Теперь, выходи пера. Вам тоже, ребята, удачи на охоту. Да, и не забывайте подписаться на канал Юрия Ивановича. И домой. Двадцать третьим цементом. Нет, это не твоих. Друзья, мы пришли к ребятам чемпион. Всем известные уже манки. На рябчика, лису, смотрю, есть. И у вас есть наваль, что-то, так? Да, наваль, что-то есть. Вот. Расскажите, покажите, как, что, работает. Ну, основные манки, которые... Особенно те, которые не работают, как вы говорите. Да, да, да. Основные манки это у меня на рябчика, самец, самочка. Самец. Самочка. Как работает, ну, я тут сказать не могу. Тут люди подходят, рассказывают, сколько рябчиков, что, как стреляли. Да, были, да? Вот, да, я сам, ну, что я буду сам нахваливать свои манки, чтобы рассказать могу про них, что они могут. То есть, леса, манок на лесу, писк мыши. Да, я хочу вас питать новую информацию. Вот, я этот сезон сейчас плотно как раз на лесу охочусь, мне, по крайней мере, очень нравится реакция от зверя. Вашнеф сейчас как раз береги сезон. Ну, он уже у меня, считай, третий год, в принципе, хороший, зарекомендовавший себе манок. Ну, и все, в принципе, вот это у меня. А ценовая позиция? Ну, ребятам там, где заказать? 300 рублей. Рябчик, это 500. Заказать на сайте у меня можно в любом поисковике набрать, там, манки чемпион. Да, ну, вообще не промажете. Понятно. Они же всегда есть в наличии, просто мне ребята пишут, там, Петрович, давай там. Не всегда, если партия небольшая, ну, просто придется подождать. Потому что у меня, как правило, в сезон текущие заказы, ну, там, я стараюсь в течение недели хотя бы сделать. Бывают там, ну, быстрее. То есть, если вы там мне сегодня прислали заказ, я там вам через 2-3-5 дней его отправлю. Так что, ребят, заказывайте манки чемпион. Все сделают, все красиво. Сделано либо для очень крупных людей, либо для людей с собакой, ну, либо, если вдруг захочется, можно посидеть вдвоем. Вдвоем? Да. Удобно? Условно. Условно. Я, например, люблю просто, поэтому у меня вот та вот большая для одного свободная, мне она очень нравится. Ага. Я не люблю коллег, потому что обычно, когда сидишь вдвоем, появляется бутылочка, это все не очень. На охоте я лучше в лагере. Вес ваших скротков? Большая весит 14 килограмм, стандартная весит 10 килограмм. Они как рюкзачок собираются, получается, да? Да, это мой личный, который переживает сейчас год марварского отношения. Ну, краш-тест. Да, практически. То есть реально год марварского отношения. Я с прошлого апреля за ним никак не ухаживаю, не обслуживаю. Вот 6 раз я с ним поезжал, не мил ничего. То есть, от охотился сложил, бросил в багажник, пошел дальше. То есть, вот через год что происходит со стеклом, с зеркалом. Но оно протирается? Оно протирается, какие-то потеплые стонки. Но при этом, важно отметить, что вот даже вот такие вот злостные повреждения. А, ну, заломы там. Заломы всякие, царапины. Они не оказывают весомого воздействия на функционал скротка. То есть, можно этим пренебречь смело. А цена комплекта для одного и вот чуть побольше? Какие они? Для одного стоит 21 тысячу рублей, большой стоит 30 тысяч рублей. Понятно. Друзья, наконец-то мы доставили поведение, манкиры, убиваторы. Ну, как их называют, финишеры. Финишеры. Вот. Да что у нас? Финишеры все знают. Подвесочки. Вот это немногие знают. Все знают. Немногие. Покажи, для чего. Сейчас поближе, да? Вот. Какая красота. Вот, например. Это, чтобы удобнее было расстегивать. Да, да, да. По длине удобнее, на самом деле. Понятно. Ну и красота. Это в первую очередь. А по маночкам? Манки усинные. Почти все разобрали. Очень хорошо зашли. Легкий выдув. Управляемость. Реалистичный звук. Я лучше никогда не слышал. А уточка? Утка вся, в принципе, та же. Но в размере Little Hunter. Единственное, добавил еще черное кольцо. Это для тех, кто думает, что их заметил. Ну, типа антиблик, да? Антиблик, да. Ясно. Из значков новая косуля есть. Была. Была косуля, по-моему. Была косуля, да? Была, так, кончились. О! У меня такой красоты нет. Красота. Ну и стандартно продемонстрируй работу своих манков. Ждем сутки. Усик. Шикарные манки от Евгения. Заказывайте пергама.ру Либо в инстаграме МКИПЕРГАМА. Ждем всех. Ребят, мы заглянули на стэн. Компания «Кетнер». Всем известные манки с прошлого обзора. Мы белолобы с вами разбирали. Сейчас мы с вами разберем гуменник. С праздником вас. Да, и вас праздник по гуменникам. Вот что я могу сказать. Это последнее манки. Да, вот то, что есть. И вот этот гуменник. И все. И вот больше такого, ребята, не будет. Мы его снимаем с производства. Потому что оставили материал на сервис, так скажем. А дальше будем разрабатывать много уже гумен и другого типа. Вопрос в мейларе. Такого мейлара у меня больше нет. И в течение года купить его не будет. Мы с вами в прошлом году, когда обсуждали белолобы. Вы сказали, что у вас есть чуть-чуть запасы. Да, вот все у нас. Он из своей модели стоит, он из всем своих. Пришел конец. Да, если у нас... У нас белолобы стоит стопа. То есть, если мы будем его делать. Если не удастся, значит, что-то будем пробовать новое. Другой материал искать, как бы, да? Придется разрабатывать новую тоналку полностью с этими звуками. Ну, поищем еще и другие звуки. Это что касаться гуменника. Почему другие звуки? Есть два типа звуков. Одни, которые сейчас более-менее люди стали понимать, узнавать. Это где-то на землении. Такие более басовитые, низкие звуки. А есть, которые, например, часто слышу. Люди часто слышат на охоте, этот полетный звук. Это песок, который живет. Некоторые думают, что это белолобы. А на самом деле, думают. Так, ну, в общем, как бы, звук многим неизвестный еще. Ну, в плане моноочном мире его нет. А вот на данный момент гуменник, который есть на выставке, продемонстрируйте, пожалуйста. То есть, по-разному здесь техника управления. Можно играть одной рукой, примерно как на ухе на монке. Можно играть две руки. Тембра будут различные. То есть, здесь достаточно много звуков, которые успешно можно применять на охоту. Но вот... Необходимо тренироваться все равно. Да, люди с разным уровнем развития дыхательных микромышц и мышц языка. У некоторых получается легче, чем на биологовом. И они просто потом, как бы, ну, им хватает даже одного этого монка. Они подходят вам, рассказывают. Ну, и биологов мы все добываем, как бы, с одним вот этим монком. На биологика у них, ну, сложно посложнее идти, как бы. Видимо, запоминаться на слух меньше ложится. А есть наоборот. Нет, на полный там. Так что, по биологовому в версии старое, у меня вот это, вот такого плана, это пакет F2.0, который идет. Они все с легким обслуживаем, с легкой настройкой. Вот он разбирается вот так. Вот собираются в обратном порядке. То есть, мы тоналку вставляем, язычок кладем. Причем без разницы, какой стороной. Там не надо, там, с маленькой, с маленькой. Просто стандартно он будет, ну, как правило, настраиваться вот так вот у нее, поперек выпить немножко и жирать. Отверстие здесь эксцентривое. Пробка тоже она как эксцентрик. Вот вставим вот здесь вот, есть меточка такая. Вот ее можно посмотреть. Вот есть, вот метка. Здесь такое есть. Вот она напротив тоналки сверху находится. На пробке сделана такая лысочка. То есть, ну, не промахнуйтесь. Пробка вставляется достаточно легко. Есть потуже, есть ослабже. Ну, до упора как бы все. Просто до упора, да, вот. Потом делаем вот такой поворот. И этот вырез у нас ушел уже вот сюда. Закрепили как бы. Эксцентрик затянул все, закрепил. И мастер-класс. Все звуки от самых письклявых до тех вот, что сейчас показывал голос гусени. Скрэч получатся очень легко. На сегодняшний день из всех неизвестных манков, любых производителей, это самое легкое. С меньшим расходом легче. Я пока еще не видел. Но когда подходили представители Ротбона, как бы показывали свои новые разработки, да, ну, как бы, ну, как версия коллекционная может быть для охоты. Ну, манок, там, грамм 200, 50-300, да, металлы напихали. Ну, вот там канавки такие сделали. Ребят, мы несколько лет назад делали. Прошлая версия манка была там, цепь, серезбовая навивка. Они еще только сейчас вот это сделали. Ну, это один из курсов, надо повлиять на звук, но не лучше. Здесь его нет никаких манков. А он звучит лучше. Ясно, ребят. Спасибо вам. А мы, так, ребят, подкрым. Подписываемся на канал Национальной Лиги Охоты. Петрович на охоте. Все, теперь наконец-то попрут, попичек.